Сегодня в рубрике «Мысли вслух» я расскажу о проблемах отрицания, поскольку это довольно-таки распространенные проблемы. Бывает так, что мы совершаем ошибку, но не хотим в этом признаться. Или видим несправедливость, но делаем вид, что ничего не произошло. Или кто-то причиняет нам боль или вред, а мы делаем вид, что ничего не происходит. Бывает, что мы раздосадованы или не удовлетворены, но не имея силы изменить это, мы как будто перестаем замечать это. Также, если нам слишком эмоционально тяжело, мы подавляем эмоцию, так как не знаем, как прожить ее, и нам не с кем разделить свою проблему. Или наш ум обескуражен, или зашел в тупик, или видит надвигающуюся неотвратимую проблему, или мы переживаем потерю или неудачу, но делаем вид, что все хорошо, что мы сильные, бодрые, нам все ни почем. Эти примеры можно перечислять бесконечно. У каждого они свои, но их объединяет одно. Мы находимся в отрицании, делаем вид, что мы в порядке, или что мы справляемся, что ничего такого страшного не произошло, или пытаемся убедить себя, что ничего не случилось. Но энергия подавленной эмоции не проживается и остается застрявшей в нашем теле. Она находит себе место там, где мы меньше осознаем свое тело. Для некоторых это, например, колени, а кто-то запирает под лопаткой. Затем мы отсоединяем себя от этого места так, чтобы оно онемело и не давало о себе знать. Потому что, когда мы начинаем чувствовать и переживать эту энергию, нам становится очень некомфортно и порой нестерпимо больно. Эта энергия конденсируется в ткани в соответствии с одной из пяти стихий. Например, гнев, раздражение оседает в сухожилиях и связках. Депрессия в фасциях, разочарование и ревность в венах. Страх, одиночество, потерянность и обесцененность оседают в костях и суставах. Озабоченность, сомнение, неуверенность и запутанность оседают в мышцах и так далее. Об этом я более подробно рассказываю в соответствующих курсах и мастер-классах. Подавленная и сконденсированная энергия блокирует энергетические каналы и лишает питания ткани. Так как мы отделяем себя от этой энергии, а значит и место, где она осела. Энергия замедляется, а вместе с ней кровоток возникает застой энергии крови. Можно накопиться и загустеть жидкость. Возникает тенденция к накоплению слизи, что может привести, например, к образованию опухоли. Поскольку ткани связаны с жизненно важными органами, то рано или поздно они тоже пострадают. Места блокированной эмоциональной энергии становятся местом более быстрого старения. Твердеют, теряют цвет и эластичность и могут быть легко травмированы, так как у нас не возникает рефлекторной защиты этих мест. Но помимо этого, эти места становятся и местами вторжения патогенных факторов. И патогенные факторы – это не только погодно-климатические воздействия. Считается, что это места, к которым прицепляются и прикрепляются различные негативные энергетические сущности. То есть это места утечек энергии из тела, а также мишени для разного рода энергетических воздействий, типа черной магии, знаете, порча, проклятия и так далее. Признаком этого является, например, потеря энергии и сил, аутоиммунные болезни, расстройство нервной системы и психосоматические проблемы, а также пищеварение. При этом каждая эмоция связана с определенным участком диафрагмы, поэтому блокировка и подавление эмоций неизбежно приводит к проблемам в дыхании, нарушая нормальное диафрагмальное дыхание. Поэтому исцеление всегда начинается с очищения. Необходимо удалить накопившуюся мутную энергию ЦИ, очистить энергетические каналы и ткани от эмоциональных блоков. Для этого используются специальные упражнения. Есть, например, упражнения для разблокировки и очищения, когда вытягиваются и спирально открываются энергетические каналы тела. Такие упражнения даю на соответствующих курсах по исцелению пяти стихий. А для ткани есть простые упражнения, такие как пять войцы, очищение тремя Ха, пять лучей и так далее. Но возвращаясь к началу, напомню, что все начинается с отрицания. Эмоции и события надо проживать и освобождать все напряжения, с ними связанные. В этом могут помочь практики дыхания, звучания, движения и медитации. Если вы хотите системно адресовать накопившиеся внутренние энергетические блоки, уже превратившиеся в хронические болезни или хронический стресс, восстановить энергию, восстановить здоровье, вы можете сделать это с помощью методов, даваемых на различных курсах Академики Айды, таких как звуковой цигун, в который входит восемь основ, пробуждение силы и другие программы. Ссылка на этот курс и другие полезные ресурсы, такие как различные мастер-классы, в описании к видео. Для того, чтобы адресовать проблемы, связанные с отрицанием, которые превратились в какие-то серьезные проблемы в теле или даже в жизни, конечно же, нужно подходить к этому более серьезно. Я считаю, что для этого, как минимум, человек может, например, хотя бы изучить и освоить медитацию десяти шагов, потому что, уже имея знание этой медитации, можно более спокойно и, скажем так, безопасно начать работать со всеми этими накопившимися проблемами. Очень важным также является и фактор общения, потому что, если вы пытаетесь что-то осмыслить, проработать, если у вас нет соответствующего круга общения, то, скорее всего, вы бросите этим заниматься или будете очень сильно страдать, переживать, и вам не у кого даже будет об этом спросить, не с кем поделиться. И поэтому также важным является и сообщество. Для этого, например, недавно был открыт клуб Тиайда, где мы обсуждаем самые разные темы, сейчас больше связаны, может быть, с какими-то методами, но потихонечку будем разбираться и во всех более сложных проблемах. Присоединяйтесь!